МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Люди, впервые побывавшие в Абхазии, отмечают важную особенность, которая отличает наше общество от многих других. Ведущую роль у нас играет общественное мнение. Здесь каждый на виду. Поэтому еще и так важно, что этот человек делает, чем он живет. В нашей серии «Я. Общество» мы рассказывали вам об интересных людях и любопытных проектах. Все очень разные, но объединяет их любовь к своему делу и стремление созидать. А еще они понимают, что являются частью нашего общества, которое каждый по-своему желает видеть процветающим. Если есть нарушение прав человека, чтобы общество могло реагировать на это, чтобы его реакция была результативной. Вот это вот самое главное. Я хочу видеть общество, которое защищает само общество, свои права и знает механизмы, как защитить свои права. Вот это вот, наверное, то общество идеальное, которое бы хотелось видеть через очень малое количество времени. Самое главное, о чем стоит думать каждому человеку, и тут даже не столько имеет значение юриста человек, экономист, врач, педагог, владитель, кто угодно, ответственность. Ответственность за свои дела, поступки, действия, возможно, даже мысли. Вот для меня эта ценность, быть ответственным за свои поступки, она самая главная, потому что она обращена к тебе самому. Всегда, а не кому-то другому. Если науки не будут уделять внимания и культуре, то наше общество превратится в танцующее и поющее общество, которое кого-то обслуживает. Вот я не хочу, чтобы этого было. Где бы я ни был, я всегда говорю о кадрах, о науке, потому что без этого ни о какой независимой государственности, о каком-то государстве вообще не стоит говорить, если этого не будет. Знаете, ну, общество наше тоже, в принципе, вот, разное. И, к сожалению, не так много людей, которые могут широко, глобально посмотреть на мир, на события. Очень много у нас, конечно, конформистов появилось, очень много у нас меркантильности. Вот. И это может погубить, кстати говоря. Если увидят, что мы, как бы, завоевали свободу, независимость, признали, но что мы не стремимся в реформировании государственной машины, что мы не стремимся к чему-то лучшему, то просто все застопорится. Большой радостью будет, если в Абхазии семьи станут подниматься в горы, если это будет таким вот такой хорошей семейной традицией, чтобы хотя бы на неделю, на две недели летом наши семьи поднимались в горы и проводили там время. Почему это важно для нашего современного общества? Для того, чтобы не раствориться вот в этом самом международном пространстве, в этой всемирной глобализации. Для того, чтобы была самоидентичность, была индивидуальность нашего общества. И для меня абсолютно очевидно, что вот та самая индивидуальность, и самая идентичность, она зарождалась именно там, в горах. Ученые и политики, агрономы и музыканты, художники и предприниматели, и даже велосипедисты-любители сегодня создают тот позитивный разноликий фон для того, чтобы каждый день мы продвигались вперед. Вообще, просто спорт – это что-то невероятное. Спорт в любом виде, по-абсолютно в любом. Даже начиная от такого вида, как шашки-шахматы, такой неактивный физический спорт, там умственный, и продолжая всеми-всеми видами спорта, это огромное развитие и физическое, и духовное человека. И любой человек, который будет заниматься спортом, пусть не нужно профессионально, пусть для себя, как самый любитель низшего уровня, скажем так, это однозначно означает личностный рост. В Абхазии много общественных организаций. О работе некоторых из них мы тоже успели поговорить. Все эти люди выступают сразу в нескольких амплуа. Они работают в разных сферах, но все вместе представляют наше гражданское общество. На мой взгляд, гражданское общество, в идеале, это общество, в котором энергия каждого используется целесообразно и по адресу. Когда люди очень многое делают сами. Я не скидываю ответственность государства, но очень многое мы можем сделать сами. И действительно, многие вещи они делают сами и привлекают в свой круг молодое поколение. В центре имени Даура Зонтария руководитель организации национальной ресурсы ЦИЗа Гумба часто проводит тематические вечера. Недавно она провела вечер памяти кавалера Ордена Леона от Гура и Налыпа. В этот день ему бы исполнилось 60 лет. Этот центр вообще-то задумывался и создавался только для того, чтобы здесь 24 часа в любое время суток имели возможность молодые и не очень молодые люди собираться и обсуждать все проблемы, которые их волнуют. И для меня уже давно назрел тот вопрос, когда нам надо, чтобы наше молодое поколение понимало, что оно имело и что оно потеряло. И память о них самая главная. Без памяти нам не будет подвижения церкви. Все, что я делаю, я делаю, конечно, во имя памяти моего сына и всех погибших. А это, значит, видеть Родину светлой и красивой, созидающей. И, конечно же, мой внук и его сверстники, и все то молодое поколение, которое заслужило хорошую жизнь, светлую жизнь. У нас все время что-то происходит. Причем и негативные, и позитивные события часто бывают сплетены. Скульптура подружки Чика на Сухумской набережной стала очередным подарком горожанам от Архипа Лабахуа. Спустя несколько дней Нику успели украсть и заново установить на прежнем месте. Люди, которые совершили вандализм, тоже часть нашего общества, но со знаком минус. Вот о них мы никогда не снимем передачу. А о художниках рассказывать всегда приятно. Когда иногда люди начинают думать, что это может значить. Нет никакой зауми, никакой зауми совершенно. Ну, если так кому-то кажется, это печально. Цель – это улыбка. Улыбка, возможный покой, какое-то ощущение покоя от работы. Большую активность в этом году проявила первая профессиональная звукозаписывающая студия в Абхазии «Амарекорд». Результатом стал выпуск альбома из абхазских песен до военной эстрады, но в современной обработке. У нас должна быть своя музыка, свое лицо. Понятное дело, что в мире много чего сделали уже. Конечно, надо иметь свое. Конечно, наша жизнь далеко не сплошной праздник. Слишком много вокруг людей, которые часто нуждаются в самом необходимом. Но, к счастью, у нас есть неравнодушные люди. Они помогают по мере сил. Спасибо всем тем людям, которые все-таки пытаются что-то здесь изменить, реализовать, улучшить. Ну и, в общем, продолжаем рассчитывать, что вот сама идея благотворительности будет реализовываться, потому что во всем мире это работает. И, в принципе, я думаю, что абхазское общество, мне кажется, что абхазское общество само очень критично, и оно должно поверить в честность таких вещей. Оглянитесь, быть может, кто-то совсем рядом нуждается именно в вашей помощи. Иногда, чтобы помочь, достаточно просто отправить СМС. Разные люди, разные судьбы, но общество одно, одна и страна. Каждый человек для нас имеет большую ценность. Ваш выбор – что-то делать или ничего не делать. Заниматься любимым делом или рутиной имеет значение для всех нас. Мы все хотим не только выживать, но и динамично развиваться. Я – общество. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»